Здравствуйте! С вами Дела Домашние и я, Ксения Суцеркович. Сегодня наша программа посвящена тем, кто влюблен, кто мечтает о любви и трепетно относится к этому чувству. Любить можно соседа, который прощает вам шумные посиделки, домашних питомцев, которые чувствуют вас на интуитивном уровне. И, конечно же, своих близких, родителей, детей, людей, которые находятся рядом с вами. Давайте признаваться друг другу в любви и делать это как можно чаще. Миром правит любовь. Это чувство знакомо абсолютно всем. Но часто ли мы говорим о любви вслух? Мы предложили челябинцам признаться в своих чувствах. Мы признаемся в любви нашей кошке Мышке, которая живет сейчас в Ивантеевке. Мышка, ты нас когда-нибудь видишь? Мы знаем, мы тебя очень любим. Ну а если я быть серьезным, то, конечно, мы любим друг друга. Я люблю весь этот мир. Все города, всю планету, всю вселенную и в особенности этого человека. Да, что весьма взаимно. Своей маме? Ну, наверное, тоже. То, что воспитала и сделала дебилом, как-то так. Мама, я тебя люблю. Вы кого-нибудь любите? Вас люблю. Меня. И его тоже. Всех люблю. Кисок, собачек, детей, всех люблю. Я люблю вообще людей. И дай Бог всем здоровья, и все, все. Самого лучше. Ну и своих, конечно, люблю. Дорогая доченька, внученька и зять, я вас так сильно люблю. Дорогие мои внучки. Настенька, Юлечка, дочки, Света и Юля, я вас очень люблю. Сердца горожан наполняет трепетная и благодарная любовь к своим родителям, к детям, мужьям и женам. Но самое главное – просто большая и человеческая любовь ко всему миру. Мы не зря затронули любовную тему. Приближается день Святого Валентина, а значит, есть повод подогреть чувства, устроить романтический вечер и удивить свою вторую половинку очень интимным подарком. Я пригласила вас сегодня в необычное место. Здесь все пропитано энергетикой, искушением и соблазном. Каждый экспонат вызывает живой интерес, ведь для большинства эта тема под строгим запретом. Но, как говорится, запретный плод сладок, поэтому слегка приоткроем завесу тайны. Предлагаю начать с эротического белья. Кстати, похожие коробки я видела и в обычных салонах. Например, вот эти слипы. Кружевные, красные, ну, мне кажется, есть практически у каждой девушки. Минимально закрытые, максимально нескромные. Их главная функция – завлекать. Кстати, вот такой вариант в виде середенчика или клубничка будет идеальным подарком на день Святого Валентина. И не только. Большое место занимают полупрозрачные комбинезоны. Как мне объяснили, что некоторые из них девушки используют и для повседневной носки. Ну, конечно же, если сетка используется активно в костюмах, то чулки – это вообще просто классика жанра. И всеми забытые пояса сейчас тоже очень-очень популярны. Отдельный стенд белья для женщин роскошных форм. Кстати, многие из них жалуются, что сложно найти красивое белье большого размера. Вот вам, пожалуйста, и пеньюары, и комбинации, и боди. Эротичное белье создано для того, чтобы не только радовать свою вторую половинку, но и вызывать бурю желаний и фантазий. Предлагаю все это увидеть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комбинация из тончайшей ткани, эффектно подчеркивающая изгибы тела и дорогим кружевом декоре. Миниатюрный пеньюар и подвязка с мягкими оборками в довершении образа. Откровенно, сексуально и невероятно соблазнительно. Подогреваем интерес ролевыми играми. Женщина-кошка, кто она? В первую очередь, загадка. Для тех, кто пытается ее завоевать, она независимо умна, знает себе цену. Приручить ее непросто, но в этом-то и весь смак. У этой грациозной хищницы совсем другой характер. Мягкий, податливый и очень игривый. Красная разжигает огонь страсти. Леопард настраивает на активные действия. Укороченный вариант платья из атласа не вызвал бы столько интереса, если бы не характерные символы и чаши, эффектно подчеркивающие грудь. Кстати, кружево на запястьях является одним из атрибутов соблазнения. Но не в случае супервумен. Она стремительно, бесстрашно и безупречно владеет своим телом. Одним словом, идеальная пассия для мужчины с характером. Главное – суметь выдержать такой накал страстей. Ну а теперь вопрос на засыпку. Что находится в этом черном ящике? У вас есть варианты ответа? У меня, если честно, нет. Поэтому давайте открывать. Ммм, это хвост. Только чем не знаю. Как его можно использовать, для меня остается загадкой. Поэтому пойду спрошу все у консультанта. Татьяна Рыжкова уверяет, таких непросвещенных большинство. Поэтому девичники пользуются особой популярностью. В компании подруг можно обсудить любые интимные вопросы и расширить свой кругозор. Вот эти вот шарики. Я знаю, что это шарики, правильно? Это, конечно же, медицинский тренажер. Да, все верно. Это тренажер для укрепления мышц для девушек, интимных мышц. С каких вы предлагаете начать? Вот такие классические, какие-то более современные. Начать лучше вот с подобного варианта. Нужно, чтобы было два шарика, для того, чтобы мышцы укреплялись равномерно. То есть и верхние, и нижние. Все понятно, то есть мышцы нужно тренировать. Съедобные кремы для массажа, аромасвечи и разогревающие масла. Приятные на запах и сладкие на вкус. Небольшая экскурсия в бутик желаний стала откровением и поводом вернуться. К сожалению, большую двуспальную кровать из-за габаритов квартиры может позволить себе не каждый. Самый демократичный вариант – это диван. Тем более, что современные механизмы раскладки позволяют в нем совмещать сразу же несколько функций. Андронит и Георг Варданяны из семи потомственных мебельщиков. Правда, по стопам родителей братья не пошли, выбрав иной путь. Артисты цирка «Баронеты» каждый день заставляют зрителей переживать самые сильные эмоции. Удивляет их умение владеть своим телом и чувствовать локоть партнера. На сцене они черные и белые, но вместе с тем единое целое. С шести лет братья занимаются в цирке, постоянно совершенствуют технику и придумывают невероятно сложные трюки силовой акробатики. Сегодня им предстоит вспомнить свои корни и протестировать специально для программы «Дела домашние» пару моделей диванов. В салон мягкой мебели они приехали вместе со спутницами шоу-балета «Баронеты». Первое, что оцениваем, это удобство. Глубина сидения оптимальна, чтобы с комфортом расположиться на диване даже королю сцены. При желании можно лечь на атаманку. Особенно это важно для тех, кому долгое время приходится находиться в одном положении. Мышцы, как известно, затекают, а после рабочего дня так хочется их расслабить. Обращаем внимание на спинку. Она находится под небольшим углом. Подголовники мобильны. Можно опустить, а при желании поднять. Следующий тест – качество обивки. Проверяем на ощупь. Ткань приятная, мягкая и ворсистая, словно замша. А значит, уход за ней будет несложным. Ну и самое главное – незабываемые тактильные ощущения. А что еще нужно для счастья? Особенно в окружении особ королевских кровей. Вставать с такого дивана точно не захочется. Оценим другие варианты. Модульный диван состоит из нескольких секций. Основная часть – угловая и атаманка. Какую раскладку выбрать, зависит от личных предпочтений и размеров квартиры. В максимальной комплектации диван чуть больше 4 метров. С огромным количеством посадочных мест здесь может разместиться любая компания. Интересен и сам дизайн. Эффектно смотрится комбинация тканей, форма подлокотников и перетяжка сидения. Это классические элементы. Обилие подушек и золотая бахрома – уже восток. Из этого делаем вывод – любая задумка дизайнера воплощается в жизнь. И классический диван приобретает восточный колорит. Модульные диваны имеют одну из самых мобильных конструкций. Но есть и другие варианты. Благо сейчас мебель оснащена современными механизмами и легко поддается управлению. Подстройте диван под себя и получите максимальный релакс. Но тестирование экспериментальных моделей на этом не заканчивается. И братья-вардоняны готовы показать несколько своих коронных трюков. Мурашки по коже повторять дома не советую. Пусть это делают профессионалы. А мы будем наслаждаться просмотром лежа на любимых и комфортных диванах. И доверимся чуть-чуть цирковых артистов. Оно их еще никогда не подводило. Торговый комплекс «Аннушка» предлагает по низким ценам большой выбор товаров. Диваны, кухни, шкафы, обои, сантехника, инструменты, лаки, краски и товары для детей. Ждем вас по адресу Дзержинского, 110. Торговый комплекс расположен за рынком Ленинского района. Для своего мужчины нужно быть идеальной во всех отношениях и даже дома. Забудьте про спортивные брюки и растянутые футболки. И, конечно же, обращайте внимание на мелочи. Аккуратная укладка, легкий мейкап и идеально гладкая кожа. Мужчины любят ухоженных женщин. Чего хотят женщины? Именно ответ на этот вопрос пытался найти герой Мэла Гибсона в одноименной картине. А ведь он лежит на поверхности. Мы готовы каждый день совершать маленькие подвиги только ради того, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно. И пусть некоторые части нашего тела скрыты от посторонних глаз. Но бывают разные случаи. Например, на пляже или в бассейне. Если вдруг вы увидите нежелательные волосы, то почувствуете себя как минимум дискомфортно. Чтобы избежать таких неловких ситуаций, Анастасия пришла на процедуру электроэпиляции. Электроэпиляция в зоне бикини является очень популярной на сегодняшний день. То есть, если раньше у нас женщины не придавали особое значение, то сейчас это на первом месте стоит. В основном это гигиеническая процедура. То есть, это очень удобно, комфортно. Девушка приходит, все делает и потом уже забывает о том, что у нее где-то там были нежелательные волосы. Область бикини достаточно чувствительна. Поэтому ее предварительно обезболивают. Затем электролог подбирает подходящий режим и коротким импульсом разрушает каждую волосяную луковицу. Все будет зависеть от того, как ваш организм будет нам выдавать новые волосы. То есть, если у вас до электроэпиляции не было никаких таких процедур, которые подразумевают, например, шугаринг или восковая депиляция, то, скорее всего, ваш организм нам будет выдавать волосы равномерно и по большим количествам. Тем самым вы сократите сроки до окончания, до достижения результата. Приходят за глубоким бикини, оставляют маленькую полосочку, допустим. Но в основном удаляют все. То есть, независимо, сейчас бикини-дизайн не популярен. Я первый раз как-то боялась, потому что не знала, что это такое. Но сейчас уже не боюсь. Процедура проходит комфортно, хорошо, и я довольна результатами. Я привыкла все пробовать на себе, поэтому сегодня тоже буду удалять волосы, правда, на ногах. Для этого я специально выжидала время, когда они вырастут. Поделюсь своими ощущениями. Слегка пощипывает, но к этому быстро привыкаешь. Специалисты сказали, что многое зависит от уровня чувствительности. Я всегда считала, что плохо переношу боль, но оказалось, что это не так. После процедуры возникает легкая припухлость. Затем образуются корочки размером с маковое зернышко. Через 3-4 дня они исчезают. Уход после процедуры электроэпиляции довольно-таки несложный. Мы даем рекомендации. Препараты приобретаете в аптеке и обрабатываете зону в течение 5-7 дней до полного заживления. Отращиваете новые волосы и приходите снова к нам. Избавиться от нежелательных волос можно всего за несколько месяцев. И тогда в любой момент можно надеть самый открытый купальник и быть уверенной в своей безупречности. Истинная красота и женственность вне времени. Мы поможем вам стать совершенной и полюбить свое отражение в зеркале. Центр профессиональной косметологии «Мэрилин». Индивидуальный подход каждому клиенту. Улица Свободы, 32. Телефон 268 0507. А прямо сейчас проект «Большие и красивые». Большая мода. Мужская одежда больших размеров. Джимпера, рубашки, джинсы, верхняя одежда, нижнее белье. Улица Цвилинга, 37 и улица Труда, 166. Торговый центр «Молния». Второй этаж. Большая мода. Одежда для видных мужчин. В проекте «Большие и красивые» вспомним о последних самых ярких переделках. Наталья Фоменко когда-то работала на заводе железобетонных шпал. Формовщицей. Сейчас декретим. На проект пришла за сменой имиджа. Моя задача основная сегодня не только вас научить комплектовать одежду, собирать. Это, на самом деле, не самое сложное. А чего хочется, это доставить вам радости, чтобы вы ушли от нас счастливые. Ну что, Наталья, готова? Да. Это замечательный трикотаж. Он очень хорош в повседневной жизни. И здесь, опять же, такой некий вызов, потому что полоска здесь не вертикальная, как мы привыкли, а горизонтальная. Вопреки ожиданиям, на фигуре Натальи полоска смотрится отлично. Разбить ее помогает удлиненное украшение с ультрамодными перьями и добавляет ковбойского шарма. Второй комплект непременно будет удобен. Стилист подобрала джинсы с идеальной посадкой, которые прекрасно будут сочетаться с любым верхом. Для долгих прогулок пригодится утепленное пальто. Его цвет контрастирует с чернильными джинсами. А красивый градиентный палантин отлично сочетается с джемпером. Для Натальи я приготовила очень красивый костюм. Яркого бирюзового цвета, чтобы добавить еще больше радости и яркости в ее жизнь. Осталось только тебе отправиться сейчас к нашим замечательным мастерам по майкапу и прическе. И тогда образ будет уже завершен, будет потрясающий. И все твои близкие просто будут поражены твоей красотой. Пока-пока. До свидания. Наша героиня уже в парикмахерском кресле. Вместе со стилистом обсуждают новую стрижку. Добавим прикорневой объем, накрутим локоны и небрежно взлохматим. Свобода движений в волосах только приветствуется. Зафиксируем укладку лаком и приступим к следующему этапу. 80% удачного макияжа зависит от тона. Легкие пудры и бибикремы дают возможность выровнять лицо и одновременно ухаживают за кожей. Далее проводим коррекцию и высветляем отдельные зоны. У Натальи достаточно крупные черты лица, при этом очень тонкие брови. Исправим дисбаланс консилером. Прорисовываем волоски и заполняем цветом пространства. Черная подводка на глазах, чтобы подчеркнуть их выразительность, и классической комбинацией тени. Так как сегодня вечерний макияж, добавим длинные ресницы и винный оттенок на губы. Ну что, Наташенька, давайте принимать работу и поедем на фотосессию. Кошмар, как хорошо. Или кошмар, как плохо. Чуть-то меня поближе. Да. Вот так, да. Зажимаешь. Да, вот здесь зажимай. Ко мне повернись немножко. Ноги попробуй другому. Куда привычнее с детьми в песочнице. Но иногда полезно побыть и в новой роли. Свет софитов, постоянный щелчок затвора фотокамеры и пристальное внимание всей съемочной команды. Для Натальи Фоменко это невероятное приключение, из которого она постарается взять максимум пользы. Новый гардероб, новая прическа, новый имидж. Перестройка внутренняя займет гораздо больше времени, но первый шаг уже сделан. Как и у Киры Запорожец, заведующий в детском саду. В этой должности она уже давно и со своей мирой ответственности благополучно справляется. Считает себя человеком творческим. Любит рукодельничать и создавать интерьерный декор. В отношении собственного стиля достаточно консервативно. Ее гардероб принципиально не менялся как минимум 10 лет. На проект пришла за перезагрузкой и желанием быть не только опытным руководителем, но и красивым. Тамара Петрюка не могла не предложить нашей героине простое элегантное платье прямого силуэта. Во-первых, глубокий синий стройнит. Во-вторых, цельнокроенный фасон очень идет нашей героине. В-третьих, к нему можно предложить различные варианты декора. Мы остановились на палантине и эффектном украшении. Кира, как вам в этом платье? Очень нравится. Благородный синий цвет, мне кажется, мне очень идет. Очень освежают аксессуары. Замечательный палантин, нежный, приятный на ощупь. Необычный, очень необычный. Редко где встретишь такие украшения. Начнем мерить дальше. В основу следующего лука я взяла блузу, которая по колористике очень походит для киры. Это холодные, свежие оттенки. И для того, чтобы оттенить красоту этого принта, ну и создать, конечно, более сложный образ, я предлагаю жилет холодного такого зимнего облака и брюки в густом изумрудном цвете. В современной стилистике ярко прослеживается тенденция. Сочетать несочетаемое и усложнять образ множеством деталей. Комплекты для киры получились деловыми и современными. Пора добавить в образы легкой драматики. Блузы из кружева, нарядный элемент одежды, который ничего к себе не требует. Чтобы образ не казался слишком помпезным, используем украшения с игривым характером. Осталось дело за малым. Сделать тебе шикарную прическу. Сделать более выразительный макияж. Ну все, пока-пока. Финальный этап проекта. Кира Запорожец в салоне красоты. И как следствие перемены в образе. Короткая градуированная стрижка на основе пикси и новый цвет волос. Более гармоничными сделали пропорции киры. Мы вытянули силуэт. Но при этом у нас есть возможность играть с различными укладками. От деловой, серьезной, заведующей детского сада. До молодой, интересной женщины, которая идет просто с друзьями на тусовку. Несколько правильных движений расческой и укладка готова. Для фотосессии времени понадобится чуть больше. Последний этап преображения. Нанесение профессионального макияжа. Начнем с тона. Кожа киры безупречна. Поэтому достаточно пудры, легкого бибикрема и средств для контурирования лица. Выбор оттенка не случайен. Для обладательниц зеленых глаз он идеально подходит. Используем технику смоки и максимально выделяем глаза. Ах, первое, хотелось сказать. Ах, действительно, сказочный образ. Нужную реакцию от увиденного мы получили. Пора отправляться на фотосессию. В одном из залов интерьерной студии нас ожидает фотограф Сергей Тимофеев. Он в предвкушении предстоящей работы. А, ну-ка, ну-ка, ласкивай мне. Шею не зажимаем. Новый, свежий, современный образ Киры Запорожец выше всяких похвал. Как и преображение ее коллеги Лилии Царихиной. Но для начала несколько слов о том, кто сподвиг ее прийти на проект. Часто нам сложно сделать самим первые шаги. Мы ждем одобрения или, по крайней мере, поддержки. В случае Лилии решающим звеном в этой цепочке оказалась внучка. Именно она уговорила свою бабушку написать анкету. Итак, первый комплект, который я для вас приготовила. Брюки базовые, классные, классического сеннего цвета. Очень удобные, никак не ограничивающие вашего движения. Завершит композицию жакет в спортивном стиле. Жемчужно-серый цвет блузы в поддержку мягким переливам. Никаких дополнительных деталей. Комплект активен сам по себе. В тех же оттенках представлен следующий лук. Прямая джинсовая юбка в сочетании с рубашкой пола привносит в образ динамики и драйва. Завершает композицию утепленный жилет. В гардеробе это незаменимая вещь, особенно для тех, кто ценит удобство и комфорт. Не успели отшуметь зимние праздники, и мы уже ждем лето. И поэтому блуза в морской стилистике вдохновила меня на следующий комплект. Говорите вы, потому что у меня взрыв эмоций. Очень неожиданно, очень как-то так спортивно, смело, так легко. Лилия, я вам хочу рассказать секрет. Только вам. Красивая одежда идет всем. Наша героиня в кресле бьюти-стилиста Натальи Качаловой. Предварительные работы проведены. Реконструкция стрижки и смывка. Осталось довести тон до совершенства. Наталья Качалова – парикмахер-модельер. В сфере красоты 15 лет. Училась у Александра Татчука и Руслана Татьянина. В профессии интересен творческий поиск. Она уверена, красота не всегда стоит дорого. Окрашивание в несколько этапов. В финале нанесение краски поверх волос, чтобы сгладить тон и выровнять осветленные пряди. Эти нехитрые манипуляции придадут свету естественность. Также стилист порекомендовала героине проекта отрастить длину. Это сделает образ более гармоничным и женственным. Следующий этап – не менее увлекательный. Перед нанесением макияжа отвернем Лилю Царихину от зеркала. Визажист Дарья Савченко уверена – некрасивых женщин не бывает. Красоту только нужно уметь подчеркнуть. Сегодня для героини проекта она выбрала естественный мейкап. Ровный тон, брови идеального изгиба и акцент на глаза. Также хочу добавить, что обязательно нужно наносить румяна, чтобы придать лицу свежести и более молодой вид. С этой же целью визажист выбрала оттенок помады. Нежно-розовый цвет освежает лицо и создает ощущение легкости. Мы завершили наш дневной макияж. Он получился очень нежным и легким, и почти незаметным. И можно уже вас развернуть к зеркалу. Да, мне очень нравится. Мне нравится прическа, мне нравится макияж. Лицо другое, да. Результат очевиден. Остается запечатлеть на картинке. Фотостудии Илья Бархатов. Фотограф, умеющий выбирать нужный ракурс и сказать «снимаю» в нужный момент. Я очень довольна подбором одежды. Получила много в массу удовольствия от примерки, от стрижки, от макияжа, от общения с людьми. Многому, конечно, научилась. Хотелось бы выразить свое такое, знаете, большое, такое огромное спасибо за какие-то советики, за какие-то рекомендации. Героини проекта большие, красивые, уверенные. Главное принять себя такой, какая ты есть. И тогда все будет отлично. Ну а у меня на сегодня это все. Встречаемся в следующие выходные. С вами была Ксения Солтеркович. Пока-пока.